Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим, как заработать в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео у нас звучит, как инфляция в России в 2023 году будет расти, как на этом заработать 30%. Ребята, обязательно досмотрите данное видео до конца. Я думаю, что вы вынести из него два ключевых момента. То есть, первое, почему у нас все-таки будет разгоняться инфляция в стране. Второе, это как на это можно будет непосредственно заработать. У нас есть хорошие возможности для себя на следующие 3-5 лет обеспечить доходность порядка 30% годовых. Опять-таки, я не думаю, что инфляция будет выше этих параметров в эти 2-3 года. И поэтому можно получить от надежных инструментов двухзначную доходность, которая может перекрыть инфляцию минимум в два раза. Оставайтесь с нами, а мы начинаем. Итак, давайте поговорим про инфляцию. Что у нас происходит, почему я все-таки ожидаю, что инфляция в России будет увеличиваться. Мы неоднократно на канале говорили о том, что в России есть две составляющие, которые влияют на инфляцию. То есть, первая составляющая, такая общемировая ситуация, мировая инфляция, да, сколько она развивается, что у нас происходит с денежно-кредитной политикой в мире. Часть этой инфляции, естественно, экспортируется в Россию, вернее, импортируется в Россию с развитых рынков. И второе, это внутренняя история, связанная с Россией. Классическая инфляция, чем она обусловлена? Классическая инфляция обусловлена тем, что экономика растет, у людей есть уверенность в завтрашнем дне, уровень безработицы находится на низких значениях. Все люди работают, все люди заняты, соответственно, стабильно получают заработную плату. Заработная плата растет, потому что растет экономика, предприятия продают много, зарабатывают много, люди верят в завтрашний день, тратят много, от этого они увеличивают покупательскую активность. Компании зарабатывают еще больше и не могут в определенный момент удовлетворить растущий спрос со стороны населения, которое стабильно трудоустроено, которое верит в завтрашний день, и экономика не справляется с растущим потреблением, и начинается рост цен. Количество желающих купить товары гораздо больше, чем самих товаров. И услуг, которые производит экономика. И на этом фоне начинается рост цен. В России, соответственно, не приходится с 2014 года говорить о том, что у нас там сверхрастущая экономика, что мы растем какими-то двузначными темпами, что у нас растут располагаемые доходы населения. Статистика говорит об обратном, что у нас располагаемые доходы у населения снижаются. И инфляция с 2014 года, скачки инфляции, которые мы наблюдали в стране, именно в России, они были обусловлены в первую очередь валютным курсом, потому что у нас очень много в экономике импортного. То есть это импортные товары, это импортные комплектующие, это импортные составляющие. Сами товары производятся на территории России, но из импортных комплектующих. Я не знаю, те же самые автомобили, крупная узловая сборка. Производство продуктов питания, то есть у нас может быть собственная пшеница, гречка, я не знаю, овес, из которого делают хлопья, но фасовочные линии, пленка, расходные материалы, все это создается из западного оборудования, которое закупается непосредственно в валюте. И поэтому получается, что когда у нас происходит по различным причинам скачок курса доллара, импортные товары, соответственно, начинают стоить дороже в рублях. И из-за того, что они в рублях, увеличилась себестоимость производимых товаров и услуг, соответственно, производитель перекладывает эту себестоимость, выросшую на потребителя, и начинается рост цены. И поэтому в России с 2014 года, когда мы говорим про инфляцию, то причиной инфляции является то, что у нас растет валютный курс. И когда я смотрю на 2023 год, какие у меня ожидания на 2023 год, они заключаются в том, что у нас валютный курс будет расти. Причиной роста валютного курса будет несколько вещей, но основной параметр роста валютного курса заключается в том, что у нас сейчас начинает плыть торговый баланс. То есть у нас в 2022 году был значительный профицит. То есть мы продавали за доллары очень много сырья, а импорт резко сжался. То есть поступающие в экономику России доллары от экспортеров, они не покупались импортерами для того, чтобы стабилизировать курсы. Поэтому мы увидели вот этот вот обвал, да, то есть что у нас курс доллара сначала скаканул, а потом, когда ввели ограничение на движение капитала, то есть по сути по рукам ударили физическим лицам, у нас ушли импортеры, практически перестали импортировать в Россию товары и услуги. И это привело к укреплению рубля. Торговый профицит, да, то есть мы продавали больше, долларов было в экономике больше, чем эти же самые доллары выкупали обратные импортеры. Что мы получаем в 2023 год? Россия продает нефть уже с дисконтами, там, до 50% доходят, да, когда переориентируют поставки в Азию. К чему это приводит? Это приводит к тому, что мы получаем меньше долларов. Условно, мы товаров можем продавать столько же, то есть продавали условно, да, продавали 100 баррелей нефти в год по 80 долларов за баррель, а теперь продаем 100 баррелей нефти по 30 долларов за баррель, по 40 долларов за баррель. И получается, что мы как продавали 100 баррелей, так и продаем 100 баррелей. Но когда нефть мы продавали по 80 долларов за баррель, мы получали, соответственно, 800 долларов. Когда мы начинаем продавать 40 долларов за баррель, то мы получаем 400 долларов. Но в бюджет должно поступать столько же рублей. И, соответственно, в начале 2023 года аналитики многих инвестиционных домов заявляют о том, что в России вот этот вот баланс торговый, да, он очень серьезно смещается, потому что мы даже если будем продавать те же самые объемы, но так как цены упали на 30%, чтобы мы рублей получали столько же, мы должны девальвировать рубль на 30%. Если на момент записи видео у нас курс доллара составляет 68 рублей, то мы достаточно легко можем посчитать 68 умножить на 1,3. Получаем курс доллар где-то в районе 88. Опять же, это среднее значение. То есть я делаю некую такую гипотезу, что с такими дисконтами, там, в 40-50% нефть не будет длительное время продаваться. По мере стабилизации логистических поставок, по мере того, как Россия сама обеспечит страхование перевозки нефти и нефтепродуктов, соответственно, дисконт уменьшится, да, то есть Россия будет продавать нефть с дисконтом к мировым эталонам, там, в районе, может быть, 15-20%. Поэтому, первое, когда я говорю про инфляцию, постарался вам, может быть, кто-то скажет, опять-таки, очень много говорил об этом, то есть показал вам вот этот вот, ну, ход мысли моей, да, мы же на канале развиваем инвесторское мышление, кстати, ребят, если нравится, подпишитесь на канал, показал логическую цепочку, цепочку, связанную с тем, что, почему должен расти доллар, потому что мы продаем нефть с дисконтом, а рублей должно быть столько же, поэтому рубль нужно девальвировать. Соответственно, ориентир по курсу доллара на 2023 год, это 75-85 долларов за, отлично было бы, курс 75-85 долларов за рубль, нет, все, естественно, наоборот, курс доллара это 75-85 рублей, то, что может сейчас устроить для пополняемости бюджета, и мы понимаем, что это плюс порядка 20-30%. Соответственно, импортные товары, закупка импортных товаров будет обходиться на 20-30% дороже. И, естественно, часть этих издержек, понятно, что импортеры частично зафиксировали для себя более дешевый курс, но часть этих издержек, связанных с тем, что нужно пополнять бюджет, будет переложена на потребителя, и инфляция может, соответственно, быть на уровне 15%, 12-15%. Если у нас будет инфляция на уровне 12-15%, ставка центрального банка на столь низких значениях оставаться не будет. Поэтому мы целую серию видео предновогодних писали. Вот здесь вот ссылочка на эти видео, на самое первое видео. Как мы смотрим на различные классы активов, вы можете посмотреть. Мы говорили о том, что доллар может обеспечить рублевую доходность, какие активы могут быть интересны. Но давайте про доходность 30%, где ее можно получить, где ее можно обеспечить. Первое. Инфляция в районе 15%. Центральный банк реагирует на растущую инфляцию повышением процентной ставки. Повышение процентной ставки приводит к тому, что начинается рост доходности облигаций, ОФЗ, облигации федерального займа. То есть они начинают падать в цене. Но при этом нужно понимать, что, скорее всего, на мой взгляд, опять-таки, это временная мера. Курс стабилизируется примерно на этих уровнях, там 75-85. После чего краткосрочный скачок инфляции, краткосрочное повышение процентной ставки, краткосрочно облигации упадут в цене. И это хороший момент для того, чтобы купить рублевые облигации, пятилетние, трех-пятилетние, потому что в этот период они будут иметь двузначную доходность на уровне от 12 до 17% годовых. Соответственно, мы покупаем облигации с погашением, с доходностью к погашению в районе 15% за три года. Раз доходность, 15%, но мы говорим о доходности 30%, где мы возьмем 30%. Второе, мы используем индивидуальный инвестиционный счет. У всех есть такие возможности. Соответственно, используя индивидуальный инвестиционный счет тип вычета А, мы на вложенные 400 тысяч рублей получаем 13% в возврат НДФЛ. Это еще 13%, к 15% это получается в районе 28%. И третье, через три года, к моменту погашения, инфляция, скорее всего, стабилизируется. Почему инфляция стабилизируется? Потому что валютная переоценка, валютный курс начнут меньше играть, располагаемые доходы населения не растут, то есть классических факторов роста инфляции не будет. Инфляция заменится, стабилизируется. Центральный банк начнет понижать процентную ставку, а ваши облигации начнут расти в цене. И в цене они могут вырасти на самом деле еще процентов на 20-30%. Мы по 28% прибавляем еще 20-30% доходности самого движения облигаций в цене. Итого получаем в районе 48%. Таким образом, это хорошая история, связанная с тем, что в надежных инструментах можно будет обеспечить себе доходность, ну, среднегодовую доходность, я сейчас говорю, там в районе 20-30%. Вот такая вот схема интересная. Соответственно, чтобы оставаться в курсе, вы можете еще раз, могу призвать вас подписаться на канал, на наш второе. Я планирую провести бесплатный большой мастер-класс, что будет с мировой экономикой в 2023 году, что будет с экономикой России, каким образом Центральный банк будет определять свою денежно-кредитную политику, что будет происходить с торговым балансом, и каким образом сформировать свой инвестиционный портфель. И в конце января, начале февраля 2023 года у нас будет большая конференция, на которой как раз мы будем формировать портфель, будем давать структуру инвестиционного портфеля. Какие акции интересны в России, какие акции интересны в глобальном плане, какие консервативные инструменты интересны в глобальном плане и непосредственно в России. Что делать с долларами, что делать с рублями, какие покупать облигации рублевые, неофазы, на наш взгляд, какие являются наиболее интересные. А также поговорим про замещающие облигации. Частично про замещающие облигации говорил. Я думаю, что первая половина 2023 года может для вас стать достаточно классным инструментом формирования инвестиционного портфеля в надежных инструментах, такие как облигации, которые обеспечат доходность в два раза выше уровня инфляции. Такое бывает нечасто, но я думаю, в 2023 году мы такой момент увидим. Хотелось бы этот момент встретить вместе, поэтому могу призвать еще раз прийти как минимум на бесплатный вебинар, на котором мы определим стратегию на 2023 год. А участвовать вам в конференции или нет, примите уже по итогам данного вебинара свое собственное решение. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok